Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары и Самарской губернии. Гости нашей студии руководители городских и областных департаментов, министерств и ведомств. Люди, которые принимают важнейшие решения. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Кто может принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России»? Как будут организованы старты в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой? Какие призы получат победители и участники гонки 13 февраля? В нашей студии Лидия Рогожинская, заместитель министра спорта Самарской области. Лидия Анатольевна, добрый вечер. Рад вас, Лидер. Добрый вечер. «Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка с 1982 года существует, если я не ошибаюсь. На сегодняшний день кто может принимать участие в этом массовом физкультурно-спортивном соревновании? К сожалению, мы должны констатировать, что 39-я гонка проходит у нас в состоянии нахождения карантина. Пока еще мы не победили коронавирус, поэтому ограничен возраст для людей старше 65 лет. Все остальные участники этой гонки могут принимать участие при официально прошедшем регистрации предъявления соответствующих документов. 39-я лыжная гонка, как обычно, состоится у нас 13 февраля. Ее главный старт будет происходить на лыжной базе «Чайка». Поэтому мы приглашаем туда участвовать всех, но не старше 65 лет. 65 включительно или… 64 включительно. 64 включительно, то есть 65, к сожалению, пока невозможно. А минимальный возраст, вот, кстати, интересно, потому что традиционная лыжная гонка «Лыжня России» – это такое место, где можно встретить много маленьких, интересных, молодых начинающих атлетов. Ну, мы, к сожалению, тоже, учитывая сегодняшнюю ситуацию, ограничили возраста. И программа мероприятия у нас начинается с 2008 года. Да, да, девочки и мальчики – это 2008 год и старше. Поэтому это 12-летние дети на сегодняшний момент могут принимать участие в данном соревновании. В чем будет особенность гонки? Да, не будет у нас очень серьезных массовых стартов. Старт будет у нас раздельный по возрастам. Начнется он с дистанции 5 километров в 10 часов утра на лыжной базе «Чайка». И начнем мы стартовать, в общем-то, с юношей 2003-2005 года, потом постепенно возьмем девочек этого возраста, перейдем на дистанцию юношей 2006-2008 года, да, девочек пропустим. Потом проведем дистанцию женщин возраста, да, о котором я сказала, ограничивая это возрастом 64 года. И плавно все-таки должны мы открыть, несмотря на то, что никаких увеселительных, скажем, да, развлекательных мероприятий программа 13 февраля у нас не предусматривает. Все-таки торжественное открытие, да, всероссийское. Мы об этом вот чуть попозже поговорим. Да, мы проведем. А вот как зарегистрироваться для участия в гонках? Что для этого нужно и что советуете? Я советую все-таки, да, заявки подавать заранее. Большое количество участников все-таки у нас регистрируется. С 9 февраля начинается прием заявок на лыжной базе «Чайка». С 2 часов это начнется 9 числа. И с 12 часов 10, 11, 12 включительно будут приниматься заявки на лыжной базе «Чайка». Если эта заявка идет от физического лица, да, если это от юридического лица, то по установленной форме в эти же сроки спокойно может подаваться заявочка на, в общем, команду, да. 13 числа мы тоже будем принимать заявки на базе «Чайка» с 8.30 утра и вплоть до самой массовой нашей гонки. Но я все-таки обратила бы внимание, попросила бы участников соревнований сделать это заранее, чтобы и себя не ставить в условии, что, возможно, вы не успеете к старту. Поэтому с 9 числа вплоть до 13 числа до 12 часов дня заявки будут приниматься в установленном порядке, по установленной форме на лыжной базе «Чайка». Дистанционно каким-то образом можно, то есть позвонить по электронной почте? Электронная почта. Вы знаете, у нас очень хорошая есть связь. Мы все понимаем, что у нас есть и «Чайки», и «Лыжная федерация лыжных гонок», и «Организационный центр спортивных мероприятий». Ответственные за проведение данного мероприятия – это наша организация, Государственное автономное учреждение «Организационный центр спортмероприятий». Все данные на сайте Министерства спорта, на данные на «Чайки», на ГАО «ЦСМ» присутствуют. Необходимые документы, список, перечень тоже там вывешены. Можно посмотреть спокойненько, это в электронном виде не управлять тоже. Вот вы сказали, что можно заявиться как физическое лицо, то есть, условно говоря, я любитель спорта, любитель лыж, никто не мешает. Абсолютно. Но есть определенный ряд требований, я, если можно, их откомментирую. Можно вот как раз для этого. Если вы молодой человек, до 17 лет включительно, обязательным документом, который вы должны будете представить, является допуск врача, я поясню, не справка о состоянии здоровья, от допуск до участия в соревнованиях по лыжным гонкам. Обязательно. Что это такое? Где это можно взять? Как это выглядит? И в какой форме? Потому что давайте... Это справка о допуске, установленной форме. Все лечебные учреждения знают, что это разные справки. То есть, это не ваше состояние здоровья на тот момент, да, который предшествует гонке, а то, что вы имеете право принимать участие в соревнованиях. Целый комплекс небольшой обследований должен человек пройти. Это не только температуру померить, прийти и сказать, что я здоров. Понятно. Не только температуру и давление. Значит, я объясню, с чем это сопряжено. Достаточно серьезная нагрузка. Мы понимаем, что и погода меняется, и не дай бог, что на дистанции произойдет. Поэтому такой документ должен присутствовать именно у спортсменов до 17 лет включительно. Оно берет, еще раз, значит, можно взять в любом лечебном учреждении. Они в курсе, они знают, что это такое, какая форма и так далее. Абсолютно верно. Если вы человек 18 лет и старше, вам будет достаточно либо такую справку принести, либо в карточке участника написать, что ответственность за состояние своего здоровья вы берете на себя. Мы понимаем, что в любом случае организатор соревнования предусматривает все меры ответственности и безопасности, в том числе медицинского сопровождения. У нас всегда присутствует главный врач соревнований, у нас скорая помощь стоит, да, и реамомобиль на мероприятиях. Но вместе с тем мы должны понимать, что по дистанции, да, несмотря на наличие волонтеров и судей, да, по дистанции может случиться всякое. Поэтому человек, который выходит на дистанцию, отдает себе, взрослый человек, да, отдает себе отчет, что он несет ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно, в случае, если не представлен документ установленного образца. То есть либо справка медицинская подобная, либо, да, в карточке расписаться, что ты несешь ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно. Это, в общем-то, справедливо и правильно, на самом деле, потому что, как ни крути, спортивные соревнования – это стресс раз, и это работа на максимуме возможностей. Конечно. Это два. Ну и случайности, мало ли. Ну и случайности, безусловно, тоже. Вот вы сказали, что можно еще от юридического лица. Имеется в виду… Команда, школы, клубы, конечно, да. У нас есть спортивные школы, образовательные учреждения, да, которые, ну, дополнительного образования, просто физкультурно-спортивные организации, да, они все могут с целью минимизации, скажем, да, прихода, все-таки мы сейчас ограничиваем допуск, в том числе и в наши спортивные объекты, определенным количеством людей, там, процентом посещаемости, они могут подать заявку на команду. То есть едет у нас там Безенчук, команды школы, например, какой-то лыжный, они подают общую заявку от учреждения с медицинским допуском, соответственно, по требованиям, которые я выше озвучила. Это общая практика. Ну, это и удобно, кстати. Это очень удобно, когда понимаешь. Но, а может ли, условно говоря, школа Безенчука, например, там, название, да, сказать, что вот от нашей школы выступают там, условно, тоже там 8 мальчиков, допустим, и 5 девочек? Спокойно. То есть точно так же это, как и юридическое лицо? То есть им не обязательно отдельно каждому подавать заявку? Абсолютно. Вот школа может прислать? Конечно. Общая заявка принимается. Муниципальное образование может послать. Вот говорят, что мы к вам направляем, да, команду, и вот они у нас все там и медосмотр поражают. Понятно, глава района ставит печать-подпись и отправляет. То есть это делается юридическим лицом, если есть там физкультурно-спортивный клуб какой-то, и они хотят от клуба заявиться. То есть, пожалуйста, любое юридическое лицо, да, которое заявляет своей командой, может подать общую заявку при соблюдении всех требований, о которых я сказала. Это медицинский допуск, это наличие страховки обязательно, да, страхование от несчастных случаев, соответственно, ну, паспорт или свидетельство о рождении, да, чтобы личность свою подтвердить, в том числе и возраст, который, к сожалению, сейчас у нас ограничено 64-мя годами. Да, вы сказали. А, кстати, фитнес-клуб тоже, получается, может отправить, например, свою команду, там, ну, как юрлицо? Есть, а не юридическое лицо. Ну, юридическое лицо, и, например, там, команду своих тренеров, например, отправить, выступить. Знаете, у нас есть такой опыт, что у нас, например, там, команды единоборств, да, хотят, например, покататься за выжим, почему бы нет? И, пожалуйста, они заявляются, и команды свои принимают участие в единоборствах. То есть опыт есть, такая практика есть, они выступают, вы, так сказать, жалко... Мы это только приветствуем, потому что, еще раз, мы предварительно понимаем, что вот такие мероприятия, как лыжные гонки, массовые, почему она самая массовая считается? Это возможность всем поучаствовать в лыжной гонке, независимо от вида спорта, в котором в основном ты занимаешься. Это один из элементов общей физической подготовки, то есть у нас регион, в котором есть прекрасные базы, которые условия позволяют, зима у нас хорошая, да, вот любой вид спорта, я считаю, для общей физической подготовки, встать на лыжи, это был бы положительный опыт. Крайне полезно. Ну да, и зима у нас в этом году, кстати, да снега дорогу. Снежная, да, и потом хорошая погода, подышать на свежем воздухе, это всегда хорошо. Лидия Анатольевна, а в таком случае вот условно РКЦ «Прогресс» или ООО «Кузнецов», то есть некое предприятие может тоже отправить, ну, Большой Завод, например, и тоже сказать, вот хотим отправить своих там сотрудников? Да, пожалуйста, и мало того, я вам... То есть тоже юрлицу можно... Да, еще раз, пожалуйста, заявляйтесь, хоть от какой организации, но еще раз, с соблюдением всех требований, которые я выше перечислила. Вот вы сказали о том, что для того, чтобы было максимально безопасно, будут работать волонтеры. Сколько их, откуда они, кто они? Ну, у нас мало того, что волонтеры всегда привлекаются, я, честно говоря, не готова сейчас сказать, какое их количество будет, потому что мы будем привлекать их по численности заявленных на это мероприятие, а эти данные мы будем собирать в процессе с 9-го числа. Ну, понятно, это будет известно только к 13-му практически. Конечно, ближе к 13-му числу. То есть мы работаем, в общем-то, с волонтерскими центрами, у нас есть собственные спортивные волонтеры, которые давно, да, помогают нам организовывать спортивные соревнования, официальные даже, начиная с момента Чемпионата мира по футболу. У нас есть даже новая введенная специальность, да, контролер-распорядитель, да, спортивных соревнований, это должность, которая предполагает работу, да, официально, кроме волонтеров. То есть за это платят зарплату? Да, заработную плату. То есть такие люди у нас тоже присутствуют. Мало того, еще раз, организаторами является Организационный центр спортмероприятий Федерации лыжных гонок Самарской области, которые достаточно серьезным кадровым потенциалом, в том числе и судейским, обладают. Так что мы будем надеяться, что при нормативе, да, там, на каждое 100 человек, там, один волонтер или один, там, человек обязательно должен быть, наверное, там, какие-то нормы мы с вами будем соблюдать. Будет зависеть число волонтеров, которые будут привлекаться. Кто это обычно? Молодые люди, то есть школьники-студенты? Вот, и не угадали. Да, у нас очень много волонтеров и серебряного возраста, да, то есть это люди, которые заинтересованы, да, которым нравится помогать в проведении спортивных соревнований. Это не только молодежь, но и люди достаточно взрослого возраста. То есть это люди, те, кто любят лыжи, лыжный спорт, кому нравится оказаться среди людей, которые тоже любят лыжный спорт, и они готовы им помочь. Абсолютно верно. Великолепно. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Он снят в прошлом году, он касается лыжни России 2020 года, ну а затем мы продолжим нашу беседу. Хорошо. Всероссийская массовая гонка лыжня России проводится в 38-й раз, начиная с 1982 года. Это один из самых больших зимних спортивных праздников в стране. Традиционно лыжня России проходит и в Самарской области, в различных городах и районах губернии. На старт выходит более 15 тысяч человек, и каждый год участников ждет сюрприз. В этом году новшество, что у нас все клубы представили свои талисманы, и талисманы бегут сегодня на лыжах. Не просто ходят, развлекают, а бегут на лыжах. Ну посмотрим, когда бегут, не добегут. Поэтому они больше относятся к летним видам спорта, но тем не менее на лыжах надеюсь, что смогут добежать до финиша. Лыжный спорт с каждым годом набирает все большую популярность и среди самарцев. Им занимаются от мала до велика. И здоровы, и с ограниченными возможностями. Пятилетние дети в этом году бежали дистанцию 300 метров. Взрослые пенсионеры 5 километров. Профессионалы замахнулись на десятку. Областная лыжня России по традиции ежегодно проходит на спорткомплексе Чайка в поселке Управленческий. Ну это великолепно, когда такое количество людей участвует в подобных мероприятиях. Поэтому показывают, насколько спортивный город у нас Самара, и насколько люди любят спорт и готовы отдаваться им. К сожалению, наш график мероприятий сместился, да, и мы не попали в общий старт по России. Но тем не менее, то количество людей, которые сюда пришло, показывают о том, что никакие помехи не являются преградой для того, чтобы заниматься спортом. Лыжня России, по мнению участников гонки, это не только завоевание медалей и получение ценных призов. Это в первую очередь здоровый образ жизни и привлечение к физкультурному движению друзей и знакомых. Кроме того, отмечают организаторы, лыжня России отлично дополняет национальный проект демографии, инициированный президентом Владимиром Путиным. А поддержка массового спорта – одна из задач, которая поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. К 2024 году планируется, что каждый второй самарец будет заниматься физкультурой и спортом. Лидия Анатольевна, действительно яркое мероприятие, массовое, красивое, зрелищное, ну и эмоции вызывают только положительные. В этом году на какие дистанции выйдут участники, в связи с всеми событиями, которые вы сейчас описывали? Ну, вот мы тут увидели детей, которые у нас стартовали. Я уже ранее говорила, что, к сожалению, в этом году у нас возраст будет ограничен 2008 годом рождения девочек и мальчиков и 64 годами взрослого населения. Именно по этому дистанции у нас, которые определены программы, это 5 и 10 километров для разных возрастов. И у нас будет одна, скажем, массовый забег на дистанции 2021 метр. Каждый год мы увеличиваем, традиционно увеличиваем на 1 метр нашу эту дистанцию. И еще один старт я хотела бы отметить. Это старт, который будет посвящен сдаче норм комплекса ГТО. Почему? Потому что Минспортом Российской Федерации этот год планируется как год 90-летия, да, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. И мы хотели бы тоже, в общем-то, эту лыжню приурочить к такой красивой дате. Важная дата, кстати, очень хорошая дата. Да, очень хорошая дата. Мы понимаем, что одно из главных направлений, в том числе привлечения, да, вот о чем сказано было в сюжете сейчас, население к систематическим занятиям, физической культурой, спортом, в том числе и лыжными гонками. И я надеюсь на то, что то, что у нас не будет сейчас, да, достаточно серьезной программы, да, такой развлекательной, потому что нельзя нам собирать народ, да, вот напротив сцен. Ну, к сожалению, да. А вообще не будет развлекательной программы? Или как-то вот что-то будет? Ну, понятно, что музыкальное сопровождение у нас будет обеспечено. Так, музыкальное сопровождение, но это уже хорошо. Обязательно будет ведущий, да, нашего мероприятия. У нас будет площадка ГТО, на которой каждый желающий может попробовать протестировать себя, в общем-то, на соответствие, да, своей физической возможности, но не более того. Площадка ГТО, это имеется в виду там, где можно сдать подтягивания. Отжимания. Отжимания, пресс там, по-моему. Потреск покачать, да. Все это там можно будет. Гирю поднять. Гирю поднять, а там это все зафиксирует. Это, в принципе, если выполнишь, тебе тут же... Можно будет, да, зарегистрироваться и попытаться, в общем-то, предварительно в тестовом варианте понять, что нужно ли тебе дальше сдавать комплекс ГТО. В том числе, вот один из лыжных забегов, это тоже этап, значит, прохождения, тестирования в части лыжных гонок. Вот такие дистанции. Сразу бы хотел сказать, что старт будет разведен тоже на группы. То есть мы понимаем, что у нас социальное дистанцирование. Я бы хотела обратить внимание людей, потому что физически, лично, да, заявка, если вы физическое лицо лично подаете заявку, вы приходите в главную судейскую коллегию, либо на базу «Чайка». Вам в обязательном порядке нужно иметь при себе маску, да, и перчатки, потому что только в этом случае вы сможете посетить объект государственный, да. Это требование Роспотребнадзора, современное. Поэтому я прошу всех участников гонки с пониманием к этому отнестись. Вот. Старт будет разделен на группы, да, дается старт первой группе, потом выходит на старт другая, чтобы вот скопление народа, который у нас раньше присутствовал, да, вот нам нравилось. Ну да, когда выходит большая толпа. К сожалению, этого в этом году не состоится. Мы постарались все дистанции развести на группы, там, поэтапно запускать. В том числе и на массовом забеге старт участников будет осуществляться группами по 50 человек. Вот давайте еще раз по времени. Значит, в 10 утра у нас начинаются старцы на дистанцию 5 километров среди девочек и мальчиков. То есть вот как минимум за час надо уже быть зарегистрированным. Обязательно. То есть это к вопросу вот о регистрации. Еще раз напоминаем, что лучше все-таки накануне или с 9 февраля. Нет, мы еще раз, мы понимаем, что люди, может быть, из дальних районов, которые к нам поедут на центральную гонку, несколько раз ездить очень неудобно, далеко, да и погода. Поэтому в 8.30 начинается регистрация в этот день. Все-таки для вашего же, да, безопасности, подготовленности, да, удобства, да. Вы можете приехать, ну, очень просим, не за 10 минут до старта вашего возрастной группы, да, и участника это делать. Значит, 10... 10 это старт 5 километров юноши 2003-2005 год. С градацией там 5-6 минут у нас идет следующий старт. Мы понимаем, что дальше идут девушки этого возраста, после этого заходят юноши 2005-2008 года. С 6-го-восьмого года через еще 6 минут старт 5 километров девушки, да, с 6-го-восьмого года. В 10.25 стартуют женщины у нас с вами, две возрастные группы, опять же, да, с раздельным стартом. И я надеюсь, что в 10.30, там, до 10.45 мы торжественно откроем, да, 39-ю открытую всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России». Вот, ну, опять же, это вот приветствие участников, которые в тот момент будут находиться, да, на старте «Лыжни». И никаких развлекательных мероприятий, к сожалению, мы вот вынуждены в рамках сегодняшней эпидообстановки, да, от этого отказаться. Вот, после официальной церемонии открытия мы начинаем старты 10-километровых дистанций, да, 10-45 мы запустим взрослых мужчин, там, 2002 год и старше, 10-55 у нас мужчины пойдут в возрасте 72-го года, 86-го года рождения, в 11 часов женщины, да, у нас будут 87-го, 2002 года рождения, и в 11.05 старт возрастной категории мужчины 57-го, 71-го года рождения. Вот основные, да, дистанции. Я надеюсь, что к 11.15, да, у нас все закончат, в общем-то, свой старт, и мы можем приступить к церемонии награждения. И самый старт массовый, да, забег на 2021 метр у нас состоится в 12.20. Сколько участников планируется сейчас примерно, можете предположить? То есть я, если я правильно помню, в прошлом году больше 10 тысяч было точно? Да. Чуть ли не 13, по-моему. У нас было около, да, 13. Мы понимаем, что в этом году, ну, наверное, да, мы такого количества не наберем, учитывая, что ограничения у нас некоторые действуют, и обязательное сохранение, в общем-то, требований к медицинскому обеспечению. У меня очень много людей у нас болело, и я бы порекомендовала тем, кто перенес заболевание, все-таки не рисковать своим здоровьем, да, на массового звонка. Ну, с врачом посоветоваться. Посоветоваться. Я все-таки считаю, что у нас должно быть на уровне предыдущих лет, да, но не буду, да, никаких прогнозов сейчас строить, потому что, да, ситуация не очень хорошая в настоящее время. Скажем так, не очень простая. Да, не очень простая в том числе. Кто участвует в организации проведения турнира? Я имею в виду, какие ведомства, какие департаменты? Потому что, ну, мероприятие-то общее, на самом деле. Мероприятие общее. То есть главным организацием все-таки является Министерство спорта Российской Федерации, это Всероссийская Лыжня России, да, мероприятие. Оно включено в календарь Минспорта РФ. Мы проводим у себя, в общем-то, в субъекте Минспортом Самарской области. Государственное автономное учреждение, организационный центр спортмероприятий под ведомственное министерство, главный организатор этого мероприятия. Федерация лыжных гонок Самарской области, конечно, потому что без их судейского корпуса не состоится это мероприятие. И, конечно, учреждение, учебный спортивный центр «Чайка», как основная база лыжных гонок, тоже принимает участие в организации этого мероприятия. Но я хотела бы сказать, что самым главным организатором являются участники. То есть без участников, как бы ни стоялись организаторы, лыжная гонка не состоится. Поэтому все спортсмены, любители лыжных гонок, тренеры, судьи, те же волонтеры, о которых мы говорили, это обязательные организаторы и участники данных мероприятий. Отмечу, что Минспорт России является одним из организаторов лыжной гонки. И при регистрации, как обычно, номер и шапочка от Министерства спорта Российской Федерации безвозмездно, абсолютно каждому участнику будет выдаваться. Вот, кстати, как раз мой вопрос предвосхитительный. Какие призы? Ну, скажем так, что получат победители и участники? Участники все, как я и сказала, номер и шапочка. Номер и шапочка? Да, это сувенирная продукция Министерства спорта Российской Федерации. То есть в любом случае? В любом случае. Даже если ты самый последний пришел. Это неважно. Это, по сути, приветствие Министерства на лыжной гонке. Понятно, что дипломы, грамоты, кубки и обязательно призы будут от Министерства спорта Самарской области. А вот что вы получите в подарок? Я бы хотела, чтобы вы узнали, приняв участие и победив на этой гонке. Как обычно, у нас всегда очень хорошие призы победителям. Я надеюсь, что не разочарует ты в этом году. Вот лыжные, лыжи, лыжный спорт, лыжные гонки для Самарской области, ну, это, в общем-то, один из таких, ну, приоритетных, наверное, видов спорта, потому что у нас здесь природа подходящая. Есть лес, есть снег, есть зима, есть тренеры, есть школа старая. А вот в связи с этим, кроме Лыжной России, какие еще соревнования, так сказать, вы могли бы отметить вот на сегодняшний день? Именно в этом виде спорта. Именно в этом виде спорта. И посмотреть, потому что всегда хочу пригласить людей прийти и посмотреть вживую вот на этот спектакль настоящий. Ну, я, к сожалению, должна сказать, что зима у нас с вами уже идет два с половиной месяца. Да, еще полтора месяца, хоть будут визит. Я очень надеюсь, что мы продлимся прямо до февраля, вернее, до марта, до конца. Обычно в Чайке это продлевается срок. Но мы уже вот буквально на прошлой неделе закончили лыжный марафон, да, трехдневный, Соколий и горы, который включал в себя, в общем-то, и ночную гонку, и соревнования, в общем-то, марафона самого. Трехдневный праздник лыжного спорта у нас уже один состоялся. Мы ежегодно проводим соревнования на призы газеты «Волжская коммуна». У нас есть ночная, да, лыжная гонка. У нас есть гонка на призы УСЦ «Чайка». У нас есть гонка памяти, которая организовывается в Федерации лыжных гонок, и которая посвящена памяти ушедших, да, тренеров и спортсменов, медлитиков в этом виде спорта нашего субъекта. Огромное количество соревнований, в том числе вот и «Лыжняя Россия», о которой мы сегодня говорим. Я могу сказать, что во время зимнего сезона каждые выходные на базе «Чайка» у нас проводятся соревнования областного уровня. Это и первенство, и чемпионат Самарской области по лыжным гонкам по разным возрастным категориям. Городские округа и учреждения, да, самостоятельно проводят какие-то мероприятия, связанные с лыжами. Наше учреждение помогало, например, в прошлом году при проведении детской гонки среди детишек с ограниченными возможностями здоровья, то есть такие даже у нас лыжные мероприятия присутствуют. Все информации о проводимых мероприятиях периодически анонсируются Министерством спорта на нашем сайте и нашими учреждениями. Всегда готовы принять всех участников, любителей лыжных гонок на своих соревнованиях физкультурных и спортивных. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу, и увидимся на лыжине. Приходите. Я хотя бы посмотрю, как это выглядит, а может быть, даже и на один и тот же лыжи. Спасибо. Приходите. Напоминаю, в нашей студии была Лидия Рогожинская, заместитель министра спорта Самарской области. Все на лыжню. Удачи в делах. До свидания.